Пару слов о системе отопления большинства автодомов. То есть почему здесь применяется система ALDE, для чего она нужна и почему здесь невыгодно применять воздушную систему отопления. Ну вот представьте, вы едете в мороз очень долго и у вас работает только печка автомобиля. Значит, естественно, из этих рефлекторов дует теплый воздух, который образовался за счет того, что у вас горячий двигатель. И получается так, что впереди у вас жарко, а сзади у вас холодно. То есть вот это вот все помещение огромное, печка автомобиля, штатная печка автомобиля не может обогреть. Значит, поэтому, естественно, возникает необходимость отопления всего салона во время движения. Но так как мы не можем обогреть весь салон стандартной печкой автомобиля, нам нужно применять систему отопления жилого модуля. А система отопления жилого модуля в основном у нас отапливается от газа. Ну и возникает вопрос, а зачем нам тратить газ, когда у нас и так горячий двигатель? Поэтому здесь ставится теплообменник, с помощью которого тепло от антифриза, то бишь от жидкости, которая охлаждает автомобиль и забирает в себе вот это тепло, это тепло с помощью теплообменника отдает вот этой системе отопления ALDE. И система отопления ALDE начинает обогревать весь жилой модуль с помощью циркуляции жидкости вдоль всего периметра вот этого жилого модуля. Итак, нагрелся двигатель, от двигателя тепло передалось антифризу, часть оно отдало на печку автомобиля, а часть с помощью теплообменника антифриз отдал системе отопления ALDE другому контуру жидкости, который циркулирует по всему периметру прицепа и нагревает воздух, который находится вот около этого теплообменника. И воздух, нагреваясь, поднимается наверх и возникает естественная циркуляция. И в итоге у вас сзади тепло и впереди тепло. И у вас возникает комфортная температура, когда вы двигаетесь куда-то зимой, чтобы посмотреть зимнюю сказку и отдохнуть, посмотреть северное сияние вместе с компанией Дома в дорогу.